До 50 базовых величин штрафу альбок конфискации автомобиля. Такие суровые меры погрожают двум могилеучанам, яких затримали за нелегальное приватное вознятство. Их незаконную деятельность поняли специалисты податковой инспекции суместно с упрацовниками транспортной инспекции. На ночных улицах специалисты у податковой инспекции текавили автомобили с лихтором на даху, але без специальных полос и номеров желтого колера. Первую такую машину зауважили на чагуночном вокзале. Осуществляя свою деятельность без уплаты налогов, соответственно, не обеспечивает поступление денежных средств в бюджет, мешает работать тем людям, которые платят налоги в своевременном полном объеме, создают нездоровую конкуренцию. Кроме того, казанные граждане не проходят, конечно, соответственно, и те необходимые правила, которые необходимы для того, чтобы осуществлять эту деятельность, проведение медосмотра и всего остального, что приводит к, скажем так, кроме всего прочего, их нарушению возможным угрозам безопасности пассажира. А далее все, как у кино, у машины до такси подсаживаются инспекторы и едут по названным адресе. И восьмомонт водителю показывают посвечения супрацовника у податковой. Затрыманного водителя просит проехать у инспекцию. После проверки по отповедной базе подтверждается, что и он працует таксистом незаконно. По результатам этих проверок данным гражданам будет, соответственно, предъявлено за незарегистрированную предпринимательскую деятельность предупреждение и значисленный единый налог в размере, в пятикратном размере, это на сегодняшний день составляет 5300. По результатам проверки в отношении второго гражданина будет составлен протокол в отношении его. Будет рассмотрен административный штраф от 20 до 50 базовых величин. Опять же, значисленный единый налог. Ну и, кроме того, у него еще отсутствовал кассовый аппарат, что также предусматривает наложение штрафа до 50 базовых величин. Только с початку года инспекторы податковой выявили 22 выпадки такой незаконной деятельности. Выписали 15 попередживаний, склали 7 протоколов, агульная сумма штрафов – больше за 24 миллиона. А кроме этого, в бюджете наличное еще 105 миллионов рублей в виде податков, арештовано 7 автомобилей. Наталья Ильинич, Александр Тарасов, Витальй Алексеенко, Новинрегион.